Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Является актером в третьем поколении. Его отец, Олег Ефремов, мать, актриса, современника, Алла Покровская, дед, оперный режиссер Борис Покровский, прапрадед, создатель нового чувашского алфавита и просветитель Иван Яковлевич Яковлев. Сам Михаил, вспоминая детство, отмечал, «Больше всех меня воспитывал мой дедушка Николай Иванович Ефремов. Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934 году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберег семью от репрессий. Впервые Михаил Ефремов вышел на сцену МХАТа и сыграл настоящую, хотя и небольшую, роль еще мальчиком. В спектакле «Уходя, оглянись», в кино он стал сниматься тоже будучи школьником. В 1976 году состоялся его кинодебют в картине «Дни хирурга Мишкина», а два года спустя участие в фильме «Когда я стану великаном», сделала его одним из самых популярных юных актеров страны. В 1982-1984 году служил в рядах Советской армии. В 1987 году окончил школу-студию МХАТ и возглавил театр-студию «Современник-2», где играли Сергей Щеховцов, Андрей Зайков, Елена Гальянова, Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав Невинный-младший, Михаил Гривой, Елена Яралова. Студия «Современник-2» распалась в 1990 году. В 1991-1996 году актер МХАТ и меня. П. Чехова. С 2006 года приглашался в члены жюри высшей лиги КВН. В 2007 году Михаил Ефремов удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за роль фильма «12», а в 2009 году специального приза жюри «Серебряная ладья» за «Лучшее исполнение мужской роли» на проходившем в Выборге 17 кинофестивале «Окно в Европу» за роль фильма «Кошечка» С 30 ноября 2009 года по 27 июня 2014 года Ефремов вел программу «Жди меня» на «Первом канале». С 2011 года по 5 марта 2012 года принимал участие в проекте «Гражданин поэт» на сайте «Ф5» и радиостанции «Эхо Москвы» ранее на телеканале «Дождь», где читал актуальные стихи «На злобу дня», написанные Дмитрием Быковым в манере известных поэтов и писателей. 12 марта 2013 года на телеканале «Дождь» совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым запустил проект «Господин хороший». Суть проекта состоит в показе пяти роликов на актуальной новости недели с последующим их обсуждением в студии, давая в канун своего 50-летия в ноябре 2013 года интервью корреспонденту газеты «Метро Москва». Михаил Ефремов сказал, что по сравнению с кино ему вближе театр, потому что в театре ты находишься перед зрителями. Кино – это искусство режиссера, а театр – это искусство актера, живого актера заменить невозможно.